До каникул еще почти неделя, а политические деятели и ежесними гражданское общество уже где-то там, под елками. Между тем, последняя неделя уходящего года ознаменовалась как минимум двумя громкими событиями. Заказчиком убийства Алтенбека Сарсенбаева назван бывший зять президента Рахат Алиев. Еще более важная весть связана с евразийским экономическим пространством. Глава государства так и не дал четкого ответа. Как долго быть политическому суверенитету государства? Политизация создаваемого союза недопустима. Все мы видим, что происходит. Давайте создадим экономический союз. Все придет в свое время. В любом политически активном обществе реакция политиков последовала бы незамедлительно и не утихала бы долго, несмотря ни на какие елки-палки. В Казахстане почти тишина. Лишь разрозненные группы комментаторов периодически постятся в социальных сетях. Вот эта самая власть, о которой идет речь, она фактически сейчас не оставила партии, которые могли бы открыто, честно высказываться по подобным проблемам. Возможно, поэтому некоторые говорят, будто все эти политические события случились аккурат перед Новым годом. В то время, когда все гражданское общество, скорее всего, думает о праздничном столе и новогодних вояжах. По мнению оппозиционного политика Амиржана Кусанова, это есть сегодня, но долго так продолжаться не может. Каждый казахстанец, далекий от политики, он понимает, что в этой стране что-то не так. Если президент ежегодно обращается и говорит только о достижениях, и эти достижения не оказываются в его собственном доме, естественно, у каждого человека приходит ощущение того, что надо действовать. Ой, это болевые точки разложения нашей нравственности. В то же время, как бы удивляют предпраздничные заявления некоторых политических деятелей. Вот депутат и коммунист Владислав Косарев вовсе решил саботировать Новый год. Пять дней отдыха, по его мнению, роскошь для пролетариата и крестьянства. Общество всеобщего труда не может себе ее позволить. Ведь впереди столько неразрешимых задач, которые поставил президент страны. Евгения Сазонова, Александр Платонов, Алматы, Казахстан. Продолжение следует...